Добрый день! Сегодня у нас Deo Matisse. На передней ступице мы заменим шпильки. Колеса меняли резину и оторвали человеку шпильки. Здесь резьбу порвали, а эта шпилька вообще прокручивается. На двух приехал. Сейчас снимаем колесо и меняем. Снимаем ступицу все целиком, потому что просто так шпильки не заменишь, придется менять подшипник. Разбираем. Ну вот, снял я колесо. Открутил я гайку привода. Здесь гайка на 30. Открутил я ее прямо на колесе. Подложил снизу башмак под колесо и головкой на 30. Сорвал ее. Также я ослабил вот эти болты. Здесь головка на 14. Четыре штуки этих ослабил. Сейчас откручиваем суппорт внутри. Получается вот эти вот болты. не эти, а вот эти. Два здесь на 17 головка. Сверху и снизу. Откручиваем и снимаем целиком суппорт. Так, вывернул колесо. Открутил оба болта и снимаем суппорт в сборе. Сняли суппорт и здесь коробочку приготовил. Положили его туда. Теперь мы прикручиваем обратно колесо. Снимаем рулевую тягу. Так, вот вывернул. Пытался снять шплинт. Шплинт там приржавел. Он даже не шевелится. Я его и и крутил пробовал. Сейчас ВД-шкой зальем его. Пускай немножко откисает. Верхний уже. Отгнил, отломал. Сделаем так вот. Нижний мы тоже отламываем. И теперь просто берем головкой. Сворачиваем его. Шляпка не дает. Просто свернем его. Потом уже из пальца будем доставать остатки. Так. Вот я выпустил. Здесь все в коррозии. Сейчас. еще ВД-шкой позаливаю. И выколучиваю этот шплинт оттуда. Остатки. Новый поставим. Так. Вот такой вот съемник. Подсовываем его под пыльник, чтобы его не порвать аккуратненько. Так. А он не хочет подсовываться. Тогда возьмем просто молоток и молотком отобьем. Так. Ну вот я его буквально два раза ударил. И он отошел сам. Наконечник живой. Теперь откручиваем две гайки на ступице. На стойке, где ЦАП удержит. И откручиваем болт на шаровой снизу. Здесь у нас на 17. Так. Надо держать. Так. Открутил нижний болт. Вот он. Головочка на 14. Так. Открутила сверху обе. Гаечки на стойке. Головочка здесь на 17. Болты заржавевшие. Побрызгаем их ВДшкой. И попробуем их постучать потихонечку. А нет. Пошли. Резьба заржавевшая. Сам болт внутри чистый. И второй тоже чистый. Так. Отводим стойку. У нас просто так не сойдет легко. Поэтому мы идем сейчас отверткой. А нет. Сходит. Сходит. Все. Сошла. Вот она наша ступица. С шаровой сошла легко. Шаровая хорошая. Не стучит. Привод смазан был. Так. Получается. Сейчас откручиваем вот эти четыре болта. Эти болты у нас крепят тормозной диск к ступице. Диск от ступицы отошел. Но дело в другом. Эти шпильки мы вытащить не сможем. Нам надо будет снимать ступицу. А если снимать нам ступицу, следовательно, придется менять подшипники. Поэтому будем сейчас выпрессовывать ступицу. Для этого что мы сделаем? Мы подложим упор под тормозной диск. И сюда головочку поставим и выбьем ступицу наружу. После этого мы уже сможем поменять шпильки. Вот так вот я сделал. Подложил два бруска. И сверху надставил головку на 22 каленую. Она же идет как на 23. и выбил ступицу. Вот аккуратненько. Вот так вот. Вот он подшипник. Сейчас постараемся, чтобы людям его не ушатать. Что не ушатать? Его все равно придется снимать, осаживать. Сейчас, если мы его целый не снимем, будем ставить новый. Потому что здесь нам нужно поставить подшипник и поставить наружный сальник на место. Снимаем. Ну, целый снять не получилось. Поэтому мы меняем все подшипники. Ну, все это оба подшипника, оба сальника, втулку. Наружную обойму я выбил. Теперь выбираем внутреннюю обойму. Для этого просто берем упор, ставим. И вот возле ступицы видно край обоймы. Молотком. С одной стороны. И с другой стороны. Вот так вот. Равномерно с двух сторон выбиваете. Вместе с сальником и с подшипником. Вот и все. Все мы выбили. Сейчас протираем здесь все. И забиваем заново. Такие же новые обоймы забиваем. Потом ставим подшипник. И сальники. С пыльником сальник внутренний на привод идет. Без пыльника наружный. Протер ступицу. Вот он сальник. Это получается наружный. Один подшипник будет наружный. Один будет внутренний. Это обойма между подшипниками. Новая гайка у нас на привод. И сальник внутренний на гранату идет вот такой вот. Ремкомплект мы используем фирмы Optimal. Номер его 971917. Качество нормальное. Производитель здесь Евросоюз. Так, ну что. Для этого берем распакованный один подшипник. Берем обойму. И аккуратно забиваем обойму вот так вот конусом. Вот этим конусом вовнутрь. Для этого ставим его ровно. И старой обоймой. Сейчас протираем старую обойму. И старую обойму используем в качестве оправки. Через которую будем забивать новую. Только забивать начнете до того момента, чтобы старую не забить. Дальше мы ее забивать не будем. Она не дошла примерно у нас миллиметра два. Чтобы ее не расколоть отверткой. Мы ее додавим потом ступицей. Когда будем затягивать гайку. Оно задавится до втулки. Вот эта втулка является размерной. Между подшипниками она не даст. Теперь ставим на другую сторону. И так же забиваем вторую обойму. вернулись эти втулки. Так. Втаночный измельчатый лук. И так же ставим на другую сторону. Немного пешком субтитры. И так же прописали. Ей вт tutелку. Где-то не обойму. И так же зрячим. Немного пешком. все родная обойма и одна и вторая сидит на своем месте теперь мы берем смазываем так ну вот смазал один подшипник смазкой смазку использую равенол вот такую температурная для ступичных подшипников подходит хорошо забиваем сами по кругу аккуратненько ровненько ставим все этот подшипник мы поставили ставим с другой стороны также сначала мы ставим втулку дистанционная добавляем смазки и смазываем подшипник ставим подшипник ну все подшипники мы поставили сальники мы забили новый втулка между подшипниками стоит теперь мы откладываем это в сторону на ступицы шпильки я перебил две новых шпильки выбил и новые забил те были сорваны эти две нормальные резьба целая на них они не потянуты теперь мы берем тормозной диск прикручиваем ступицы эти четыре болта которые мы откручивали закручиваем обратно затягиваем диск притянул теперь мы берем вот так вот устанавливаем ставим вот так вот ступичный подшипник сейчас ставим в пресс и сверху через оправочку запрессовываем ступицу это получается цапфу на ступицу запрессовываем кирном здесь нижнюю часть выбил теперь верхнюю часть надо рассчитать все вытащили отверстия чистые будем собирать так ну что ставим на место ступицу для этого мы заводим привод и одеваем на шаровую опору так вот на шар выводили привод отделе ставим новую колечку возьмем и побрызгаем там все вы дышите ну а новая гайка здесь не на 30 здесь она меньше смазываю оба болта верхних и амортизатора болт нижней всегда смазываю здесь они были не смазаны но сняли слегку и этот же болт смазываем ставим на место ставим на место рулевую тягу закручиваем гаечку наживляем вот эти в обе гайки так и нажимаем верхнюю смазываем болт и ставим и все это протягиваем так ну все колодки здесь пришли в полную негодность скажу на днях поменяем заменим покажу здесь суппорт мы прикрутили стойку мы прикрутили рулевую наконечник мы прикрутили шплинт вставили шаровую опору прикрутили эту гайку подтянули сейчас поставим колесо опустим затянем и зашплинтуем вот здесь с этой стороны ступичные подшипники и шпильки на ступице мы поменяли всего вам доброго готова существует извиняюсь инсу прикрутили и вставить